всем здравствуйте привет девчата сегодня у нас четверг замечательная 30 марта так мы с вами привод выходим прямой эфир сейчас вот потихонечку настроить телефончик так значит как обычно да по четвергам мы с вами в прямом эфире встречаемся и делаем всякие разные быстрые дизайны с помощью вышедших новых гель-лаков с помощью новых декораций которые выходят у нас в компании эми так и пытаемся предложить вам какие-то варианты дизайнов такие быстрые быстрые дизайны которые делаем да все время по полчаса часу но на самом деле это связано с тем что ну конечно же нужно что-то рассказать показать и заполнить время разговорами и как всегда знаете вот это вначале спросить слышно видно слава богу так ну и в моем задании в сегодняшнем с вами сегодня буду я как обычно в четверг в два часа дня в контакте значит зовут меня наталья как люгина живу я в городе ростове-на-дону работаю в школе екатерина мирышниченко уже очень много лет и вот проводим мастер-классы значит в рамках конечно же знакомства с новыми материалами дизайны должны быть быстрыми в моем задании и конкретно по этому заданию в моем значит случае сегодня мы будем использовать с вами гель-лаки который у нас от но уменьшила soulful morning до коллекция гель-лаков очень красивых очень нежных очень пастельных оттенков вот они восемь штучек начиная с 409 номера по 416 номер коллекция очень напоминает те кто давно с компанией ими дружит очень коллекция отдаленно напоминает коллекцию гелевых красок и гель-лаков с одноименным названием пастель звенит вот но здесь у нас такое вот название душевное утро потихонечку все меняется все движется и значит обновляются коллекции гель-лаков вот не без этого но что хочется сказать качество качество мне тут я подняла глаза здравствуйте здравствуйте добрый день присоединились к расследствии здравствуйте наталья здравствуйте виолетта здравствуйте и вон цветочек мысленно если можно было сидеть лайкать я бы тоже сидела бы вот эти сердечки по бокам так возвращаемся к коллекции душевное утро 8 прекраснейших оттенков девчат ну конечно на правах рекламы скажем тогда 25 кадр должен срабатывать что хочется сказать я люблю говорить по поводу наборов когда вот гель-лаки собираются в какой-то сет да в какой-то набор вот и бывает так что вот мастер покупает набор и опять же вот например знаете там из шести цветов набор вот четыре классных цвета а два цвета вот стоят вот но не идут вот у моих клиентов вот вот четыре цвета классные вообще практически израсходовались а два вот не идут что хочется сказать про эту коллекцию знаете как бы вот все восемь цветов этих тут и восемь собраны конечно очень классно они все подходят друг для друга они все могут быть одновременно покрыта на 10 пальцев это не будет смотреться ну конечно для клиента который любит да всякие разноцветные дизайны вот но все 10 цветов как бы и простите 8 8 цветов шикарно сочетаются вот и самое удивительное как бы это то что я отметила для себя в позапрошлом прямом эфире я об этом говорила что из этих цветов прям хочется и хочется делать градиенты еще и еще и еще прошлый раз мы делали много вариантов с градиентами я принципе выставляла эти типсики я сейчас попытаюсь вот так сделать на сейчас секундочку напомню вам об этих дизайнах вот так я их сделаю на планшет очку сейчас вот так кучкой поставлю вот смотрите мы прошлый раз я позапрошлый вернее раз да предлагала вот такие вот варианты видите и практически на всех вариантах градиент градиент причем очень легко делается буквально вот за пять секунд и сейчас очень многие сейчас очень многие как бы делают градиент с прозрачной акриловой пудрой вот видела многие девочки выставляют мастер классом как бы смысла нету здесь показывать я например делаю без пудры и эти цвета очень легко смешиваются в градиент это вот мы на позапрошлый раз рассматривали вот такие вот варианты дизайна в этот раз я хочу сделать вариант дизайна например без градиента но при этом будут участвовать например и стемпинг и слайдеры и вот и как бы мы их так вот сейчас вот вместе задействуем опять же сделала вариантов несколько вариантов дизайна для того чтобы просто вас были ну разные варианты да то есть можете скрин сделать шоу скрины и какие-то идеи для себя подчеркнете а мы с вами разберем вот эти вот сложно сочиненные до дизайны когда одну на другое наслаивается и в комплексе смотрится как бы сложно значит здравствуйте так здравствуйте сейчас я просмотрю быстренько вопросы всем привет так 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 мне очень нравится но дороговато вы имеете ввиду и катюш вы имеете ввиду гель-лаки до дороговато но все имеет свою цену в любом случае есть как бы гель-лаки еще и дороже ездит конечно подешевле но гель-лаки от эми это такой знаете премиум класс да то есть как бы и недорого и не очень дешево и не очень дорого то есть такой средний ну на каждого мастера найдутся конечно свои материалы которые вам будет пользоваться вот но что хочется сказать ложатся плотно в один слой высыхают очень быстро понятно что как правило все покрытия делается в два тонких слоя и с этими гель-лаками не исключение вот но качество и плотность очень классная быстро сохнуть хорошо наносятся очень легко вот и при этом как бы очень легко смешиваются в любом сочетании количестве самое главное можно два цвета смешать 3 4 5 причем любые цвета берите они будут все легко сочетаться цена соответствует качеству пишет елена спасибо большое я считаю что тоже очень как бы хороший но опять же девчат на вкус и цвет товарищей нет цена качество самое то спасибо вам большое обожаю эми от эми обожает вас спасибо за доверие так ну что значит душевное утро 8 оттенков да сейчас я опять же возьму там парочку вариантов да потому что мы как правило успеваем пару вариантов сделать и даже не буду делать градиент просто на основе любую любых из этих гель-лаков мы с вами сделаем какой-нибудь незатейливый дизайн и так значит 8 оттенков так теперь хочу представить вашему вниманию появились три новых пластинки три новых пластинки но меня сильно задела я с ней делала вот эти символы пластинка видите вот это вот номер 11 которая номер 11 а вот значит и тут вот есть и на весь ноготь вот такие вот сейчас вот модно же вот такие вот принты так желтая хорошо носится и просыхает желтый хорошо наносит и просыхает вопрос оксан да я на самом деле как бы пробовала на подружке самое главное не надо наносить толстый слой да не надо стараться нанести гель-лак тонко прижимая кисточку распределяя лак равномерно по поверхности и конечно же каждый слой просушивая по 30 секунд сейчас я попробую вернуть обратно так цены соответствуют цены обожаю но обидно когда тебе нравится и покупаешь набор а клиент не выбирает эти цвета катюш знаете как надо обязательно те цвета которые клиент не выбирает покрывать себе на руки делайте себе небольшое удлинение да если ногти у вас короткие если ногти вы делаете длинные себе то прям вот покрываете делайте дизайн хотя бы на двух пальчиках привлекайте внимание если вы будете покрывать не ходовые гель-лаки себе на ручки обязательно клиент будет обращать на это внимание знаете как бы и одевать перчатки перед глазами у клиента чистенькие свеженькие но при этом успеть сказать что вот смотрите вот у меня тут на столе все булки свежие обязательно помахать рукой у нее перед глазами чтобы она свой взгляд все равно остановила на этом так обидно конечно желтый хорошо наносит значит эми наташа любовь и любовь спасибо большое подскажите объем 5 миллилитров предполагается 6 у нас шестерочки и девяточки да танюш можно купить набор по 6 грамм да можно по 9 грамм 6 миллилитров ой простите грамм миллилитров конечно есть у меня все эми прикольно у меня тоже тут в классе все эми так три пластины значит одна пластина символы видите есть принты на весь ноготь есть отдельные такие значки для любителей даже черепушечек привидений маленьких и так далее да такие лезвия грибочки так теперь ботаника есть вот таких вот парочку троечку на ведь посмотреть умерли 6 какой плюс мухи всякие стрекозы бабочки и всякие цветочки были такие шармикончики если кто знакомит были такие шармикончики вот такими отдельными цветочками прикольные были и со стрекозами были вот с такими веточками то есть теперь можно не шармикончика просто отпечатал и навеки вечное так у меня все ими бред довольно известны как среди мастеров так и клиентов у меня все время и прайс соответствующие все довольно бренд бренд а то слово бред читался немножко я аж зависла не на самом деле я все время говорю я даже ученикам знаете на занятиях говорю девчат ведь на самом деле материалы можете использовать абсолютно любые часто например берут например фундамент ставят от эми ну я имею ввиду базу да у нас очень широкая линейка баз от жидкой базы медиум базы макси базы я уже не говорю про все цветные файбер базы и так далее там кера базы вот поэтому как бы фундамент ставят как бы хороший а например цветное покрытие какой-то применяет другой девчат ну это каждый 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 выбирает конечно же для себя почему были есть у меня тоже имя простите ой да и абсолютно за что кто просит прощения насть абсолютно нет это реально смешно получилось это знаете как это т9 да пишешь пишешь потом интересно так вернуться просто взглядом обратно с помощью т9 можно написать вообще просто чудесной истории так все и значит ботанику мы рассмотрели пластину и вот еще такая замечательная пластина цветы и узоры значит но в этой пластине читается наши слайдеры которые назывались нэл круз был одноименный курс вот и значит с помощью слайдер слайдеры приклеивались на поверхности и потом с помощью импасты отрабатывали сверху такие объемные дизайны кто как бы давно давно сэмми был такой курс одноименный нэл круз назывался мы импасту смешивали даже с гелем жидкий камень и ставили такие красивые объемные листочки но я думаю что у нас еще такой мастер-класс будет впереди конкретно по этой пластине потому что ну очень действенная скажем так можно просто узор поставить а можно его еще и отрисовать и не просто отрисовать сделать рисунок объемным но я думаю что еще не раз будет об этом прямых эфирах и так три новых пластинки же 8 новых гель-лаков ну и последнее напоминание о том что есть еще конечно же новые декорации я знаете вы и в этот раз я их не применяла а вот слайдеры применила мне очень нравятся прикольные штуки такие дрики четыре слайдера новых это акварельные эскизы вот такие цветочки видите с кляксами акварельными клубничные так это номер у нас 108 102 клубничный джем все клубнички ягодки виши то самое к цветочке 110 летняя природа очень классные с пчелками я очень много позапрошлый раз делала с ними понравилось мне очень сильно и вишневый цвет вишневый цвет тут и вишенки и вишневые цветочки а знаете кто вот с ростова может быть или кто не знает у нас тут уже плодовые деревья зацвели а буквально на прошлой неделе уже сирень зеленые листики плодовые деревья зацвели короче все уже такие сады такие побелели знаете а сегодня мы все тут стали в ростове надо но у нас метель все в снегу абсолютно 30 марта я не помню такое 30 марта если честно вот метет метель прямо конкретные сугробы под ногами каша и все зеленые листочки и все белые цветочки спрятались под огромным сугробом снега но не помешает нам сегодня добавить какие-нибудь цветочки и вишенки наши дизайны так это вот четыре новых слайдера на самом деле их не так много абсолютно и всевозможные варианты для путешествий вот мне очень нравится никак не могу сесть надо сделать с этими шарми конами несколько вариантов дизайна всякие словечки всякие надписи про путешествие что-то тоже про пальмочки и так далее вот значит небольшое количество новых вариантов но я думаю что нам хватит для того чтобы сделать какие-нибудь варианты так ну что потихонечку поедем а то времечко неумолимо идет и так давайте сделаем например на основе какого-нибудь цвета ну давайте например возьму ой простите 116 например 116 гель-лак из новой коллекции душевное утро так и покроем заодно посмотрим как ложится постараюсь убрать все лишнее с кисточки не надо много прям с одной из сторон кисточки прям полностью полностью уберу весь материал и теперь аккуратненько нанесу при этом смотрите вот типсом у нас вообще такая полупрозрачная молочная и убрав все излишки с кисточки я аккуратненько распределяю гель-лак по поверхности ну на предмет того что тонко ложится да да тонко ложится хорошо просыхает да девчата хорошо просыхает самое главное не стараться там в один слой добиваться какого-то плотного покрытия там и так далее он сам по себе конечно плотный видите вот смотрите плотненько плотненько лежит тоненьким слоем вот просушиваем и давайте 2 какой-нибудь вариант замутим мне очень нравится например сейчас мой типсик прикрепим также молочный полупрозрачный чтобы было видно вот так на палочку сейчас ну и давайте какой-нибудь сделаем какой-нибудь а какой мы сделаем что-то мне так захотелось не знаю давайте сиреневенький например сиреневенький вы не против 411 привет класс да 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 давайте с вами порисуем у нас мальчики тоже все просто так и теперь аккуратненько так я пытаюсь и читать и покрывать так и просушиваем просушиваю как любой гель-лак 30 секунд так и здесь я нанесу теперь тоненько второй слой чтобы было плотненько видно было полноценный уже цвет тонко тонко очень тонко так просушиваем теперь девчат цвет фона у меня получился светлый для того чтобы сделать красивый отпечаток с помощью техники стемпинг например да значит видно разбираю да поэтапно видно что на светлый цвет нанесен какой-то темный цвет можно воспользоваться каким-то темно-зеленым например до цветом но явно воспользовалась просто банально черной эмпасты черной эмпасты взяла пасточку капельку положила на палитра чку и можно воспользоваться например вот забавно и таким инструментом я его если честно очень редко применяю в работе ну на самом деле напомнить аэропуфинг да допустим видно и можно например взять черный цвет и сделать напыление да такое вот но если честно как бы я делала это с помощью обыкновенной банальной губки банальной губки мы можем с вами добавить немножко вот так вот с помощью поролончика этого кругленького до чуть-чуть затемним поверхность если например такого нету под руками девчат банально кусочек губки видно можно взять и немножко с помощью губки взять немножко импасты и вот таким вот образом буквально чуть-чуть зернистость просто будет больше знаете такая крапушки будут более такие ярко выраженные вот так вот так и просушиваем просушиваем это же у нас импасты гелевая краска без остаточной липкости точно так же можно поступить и в этом случае давайте например чуть больше знает пыление сделаем снизу и все равно закончу губкой чтобы такая вот чуть побольше крапушек было считаю что то знаете как бы и как из подножного корма что-то сделать дизайн из того что есть под руками все просушиваем теперь возьмем с вами пластинку в работе для стемпинга я предлагаю взять вот эту символами мне нравятся вот эти всякие вот эти вот надписи видите вот такие вот журнальные так так приготовим пластиночку чтобы выбирать излишки приготовим подушечку желательно чтобы было то прозрачное чтобы через нее было все видно нам так ну и потихонечку начнем отпечатывать с помощью пластиночки рисунок так значит наряду с новыми гель-лаками новыми пластинами дав работе у мастеров теперь еще появились новые лаковые краски до для стемпинга классические из цвета а появились вот таких еще то есть получается номер 9 0 простите номер семь восемь девять десять одиннадцать вот таким вот образом так значит мы как раз таки можем взять работу эти такие красивые разноцветные весенние прикольные отпечатки ставить можно даже банально поставить отпечаток и больше ничего не делать так убираем сторону так и потихонечку поехали я хочу знаете как сделать сочетать белый белый цвет он у нас 01 и например там тот же голубенький верхняя часть будет у меня белая краска лаковая нижняя часть голубенькая так все подготовила положила поближе потому что если работать им пасты то можно конечно как бы особо даже не переживать насчет скорости а если работать все таки лаком до лаковой краской то нужно делать все конечно же очень быстро какой цвет то 416 сделали да и простите из глаза поедет 411 так так все я пока глаза вниз опущу так и так значит смотрите девчата хочу сделать с переходом цвета то есть я сейчас возьму немножко беленького лачка лачка немножко голубенького лачка так все это дело убираем лишнее да сильно не давим и теперь легкий легкий накат набираем на подушку все очень легко набирается лишнее пока ничего убирать не буду потому как мне нужно чтобы хаотично отпечаталась как отпечатается так и слава богу верхней части видите более белое внизу более голубое можно даже допечатать но если это будет видно там особо видно не будет так и высыхает это все на воздухе так убираем все я обычно делаю с помощью скотча все скотчем все лишнее убрала так здесь убираем тоже незамедлительно сейчас я возьму салфеточку обезжириватель пока еще не все высохло хотя лучше всего из пластинку промывать девчат жидкостью для снятия гель-лака сейчас я протру жидкость для снятия гель-лака лучше всего вытирать пластину вытирается очень быстро и очень качественно так ну а здесь мы давайте отпечатаем например какой-нибудь рисунок давайте например вот этот смотрите не обязательно же да какие-то машинописно тесто вот какие-то дырочки у нас тут и мы точно так же бесчеловечно возьмем например номер 11 оп видно первый и одиннадцатый вместе посочетаем и я точно так же сделаю градиенте то есть я возьму капельку белого гель-лака ой простите гель-лака лака да и возьму вот такой вот красивый сиреневенький все лишнее убрали легкий накат вообще не даю на подушечку от слова совсем очень легко набирается и отпечатываем наши дырочки так ну вот так уберу сейчас с экрана так и мне вот здесь вот как-то чуть-чуть не дотянулась но ничего страшного я сейчас доставлю либо если что-то не хватит можно просто чуть-чуть дорисовать хлебом не корми дай порисовать зачем-нибудь тогда можно взять немножко м-пасты хотя а чё я мучаюсь я сейчас допечатаю просто и все я сейчас прям вот мне нужна там буквально пару палочек чтобы дотянуть до краешка даже подушку не вытираю о все взяла даже видите уже вот отлично доставила видите верхней части немножечко рисуночка я потому что еще не знаю наверняка что у меня будет видно что не будет видно так вот у нас получается однотонное покрытие да затонировали немножко с помощью черной импасты фон и с помощью цветного лака и белого лака да сделали так в градиентике отпечатали вот незатейливый рисунок с пластиночки символы да пластиночка для стемпинга так и теперь девчат я предлагаю к этим вариантом добавить какие-нибудь интересные варианты из вспомогательных декорации да так сейчас секундочку либо цветочки либо клубнички либо вишенки либо цветочки не знаю что мне больше даже хочется наверное все таки хочется каких-нибудь цветочков так давайте или клубничек взять что у меня тут есть уже такое начатое чтобы например сейчас пока не разрезать так ну давайте возьмем клубничку цветочек возьмем и на синенький фон посадим прикольно смотреться так возьму например красивую какую-нибудь клубничку надо чуть чуть меньше размером да вот эту например вырезаем до слайдер все что на бумажной основе все это размачивается в водичке и на всех же пальцах этот дизайн делать же не нужно правильно достаточно сделать на одном пальчике а все остальные пальчики просто будут покрыты светом до фона который мы взяли в данном случае мы взяли там голубенький 416 например вот а вы может быть так влажная салфеточка у меня тут в коробочке как всегда в дежурной здравствуйте покажите пожалуйста вензельную пластинку в работу и если можно гель красками если можно гель красками жесть у меня аллергия лаком просто жан здравствуйте покажите пытаясь понять вопрос здравствуйте покажите пожалуйста вензельную пластину в работу и если можно гель красками но мы давайте как бы запрос мы ему услышали мы как бы сделаем тогда какой-то мастер-класс с этим хорошо просто сейчас мы у нас как бы тема новые пластинки поэтому очень тяжело чем очистить подушечку силиконов девчат я скотчем все очищаю скотчем или валиком для одежды вот мне валиком как-то не зашло а скотч вот всегда висит на столе мне очень удобно скотчем так все продолжаем и очень прикольно добавить сюда какой-нибудь красивый цветочек я хочу цветочек такой чтобы потом еще взять ему и объем добавить давайте я возьму вот этот цветочек вот сюда и вот сюда к веточке я потом его добавлю вот так если буду собирать композицию клубничка до плюс цветочек вот так так и если мы собираемся добавить клубничку и цветочек то тогда нам нужно обязательно девчат перекрыть ноготочек чем слайдер топом да мы прикрепляем слайдер топ и именно на слайдер топ если слайдер топа у вас нету в наличии то тогда можно просто тоненький слой базы нанести и на липкий слой базы уже потом приклеить так наносим тонкий-тонкий слой очень тоненький за одной на шлачок закрепится на поверхности высыхает он очень быстро на воздухе никаких специальных приспособлений не нужно просушили 10-15 секундочек так и на второй вариант еще не придумала что приклеить но я пока сейчас тоже нанесу слайдер топ и потом она сейчас высохнет там 10-15 секунд вместе и мы тоже сюда придумаем какую-нибудь декорацию видите всякие дырочки такие прикольные получились даже если честно жалко их закрывать можно куда-нибудь наверх присоединить какую-нибудь красоту ли а пока подсушиваем так ну некоторые мастера с помощью например скажите как раз таки подушечки для степпинга да прикрепляют например вот прикрепила видно и видно куда прикреплять на поверхность ну я об этом знаю но как всегда знаете когда тороплюсь и об этом забываю так давайте вот так пониже наверно вот сюда у боже я растерялась и не знаю куда прикрепить так нет все таки в эту сторону вот так сделаем видно очень хорошо видно так и теперь цветочек да сюда же я опять взяла сижу такая сама себе умничаю прикрепила ну вот так и надписи будут видны дать такой сложный сочиненный получается фон довольно таки на самом деле смотрится как бы даже сложно делается очень просто так и так просушиваем просушиваем а на второй вариант давайте возьмем не клубничный джем а возьмем какой-нибудь вот цветочек на фиолетовом фоне можно что-нибудь придумать сейчас секундочку так 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 на фиолетовый фон на фиолетовый фон так можно что-нибудь с пчелками придумать пчелками сейчас секундочку очень красиво будет и желтые цветочки на сиреневом фоне смотреться правильно же вот эти вот желтенькие пчелки желтенькие тоже будет прикольно так берем давайте все под все подходит поэтому не ошибетесь можно и синий было цветочек взять можно и розовый было цветочек взять вот желтый будет более эффектно мне кажется смотреться так положила на мокрую салфетку так я наверное вырежу сейчас еще один потом посмотрим мне кажется они поместятся оба на поверхность здесь вот с краешку можно например один снизу вверх другой сверху вниз прилепить за каждый цветочек отдельно деньги взять правильно же так ну давайте для полного счастья еще и пчелку да давайте с краешку вот есть слушайте пчелы мне прям вообще зашли в этот раз и прошлый раз я прям не могла от них оторваться был еще такой по моему летний какой-то набор гель-лаков сейчас не могу вспомнить быстро там тоже был целый целый слайдер с пчелками было прикольно прям сильно мне нравился так цветочки взяла и теперь аккуратненько попытаюсь быстренько и каким-нибудь волшебным образом расположить на поверхности так давайте вот так снизу один вот так цветочек расположен так давайте 2 еще где-нибудь час прилепим на самом деле тут вот можно прям хаотично девчат сейчас смотрю прям можно мне кажется уже прям целая куча всяких идей так давайте вот сюда вверху а где-то между ними пчелу прилепим даже не против даже если вы против мы и все равно прилепим потому что она мне очень нравится вот так между ними над цветочком девчат когда вы прикрепили слайдеры на поверхность да на слайдер топ или на базу неважно подсушите вот после того как вы подсушите слайдер уже вообще практически он не сдвинется с места то есть можно доз до просушки еще поправить то теперь уже все так ну любые слайдеры конечно же вы должны обязательно обработать ультрабондом девчат но в нашем случае это ультрабонд может быть вашем случае это будет праймер да то есть как бы жидкость которая грунтуют натуральную пластину для хорошего сцепления служит наносят на натуральный ноготь на свободный краешек если ногти наращивать полностью на нога для хорошего сцепления так вот вы должны четко помнить что слайдер он не имеет никакой липкости и поэтому мы его обязательно обрабатываем слайдер простите ультрабондом и только после этого минутку сушим и покрываем давайте покроем теклосом потому что я хочу продолжить работу и хочу сделать например цветочек более объемным с помощью белой пасты так перекрываем теклосом это будет наш как завершающий этап обязательно перекрываем любой топ лучше сушить минутку даже лучше 2 мы сейчас просушим минутку еще продолжим да мы еще возьмем и добавим объем лепесточком и цветочка мне очень нравится и я все время мне кажется это делаю те кто не смотрит наши эфиры постоянно могут сказать что повторяется мастер я себя так громко назвала мастером нет просто потому что очень прикольно смотрится и даже несмотря на то что ты берешь а желтые цветочки до в этом случае все равно легко тоже для добавить объем чека причем можно желтой пастой можно просто белый на кончике будет тоже прикольно смотреться так у меня вот тут лишний слайдер конечно же ультрабондом убрала обрабатываем все картинки высыхает на воздухе одну-две минуты после этого закрываем топом да я воспользуюсь опять же теклосом девчата хотя на самом деле можно покрыть и матовым топом тогда мне кажется даже еще интереснее будет ну хочу чтобы на камеру блестела поэтому я воспользуюсь теклосом можно покрыть было ультрашайном то есть если бы я ничего не собиралась больше делать можно было бы перекрыть ультрашайном и как бы все просушить две минутки он хорошо бы блестела и так далее ультрашайный ультраблеск да такой стеклянный топ но так как я собираюсь сейчас добавить объем лепесточком я перекрываю теклосом теклос это пористый топ и на нем будет очень хорошо держаться им пласта который мы сейчас возьмем в работу так значит кисточка который я сейчас буду делать объем добавлять объем лепесточком называется козел и козел и сейчас секунду эти выборы авиатуре в этой запуталась секундочку мы выстанем спинала козел и все правильно хотел сказать и так козел и 1 это лепесточек для жестовской росписи который самый маленький есть еще овальчик а это именно лепесточек просто у него объем волосочков очень маленький небольшой она такая прям плоская плоская кисточка очень удобно лепесточки и проставлять единичка для жестого самая маленькая лепесточек к зл е 1 так и возьму в работу белую им пасту м паста белый рафинад такое конечно своими ногтями перчатку ты прорвала я и так с немножечко поправлю и возьму немножко совсем капельку небольшую капельку им пасты так и теперь мы возьмем с вами и добавим к нашей работе чуть-чуть объемчиков давайте вот этот цветочек немножко увеличим в объеме набираете на кисточку девчат значит любую кисточку кстати вернусь так теме кисточек кисточки нельзя никогда промывать в обезжиривателях вот спирта содержащих в спирта содержащих растворах в ацетона содержащих растворах в обезжиривателях и так далее из мы рисуем это кисточками искусственное волокно да это не натуральный ворс это искусственный вот синтетика и поэтому если пересушить ее то есть мыть в обезжиривателях спиртах и так далее то волокно пересыхает и кисточка начинает пушиться она начинает становится похоже на щетку поэтому чтобы кисточка сохраняла себя в хорошем состоянии перед началом работы мы промываем кисточку в базе по окончании работы девчат я вообще просто оставляю в гель одеваю колпачок и убираю в пенал капелька базы и хорошенечко кисточку промываем с одной стороны с другой стороны не моем в обезжиривателях спирта содержащих в ацетона содержащих растворах промываем в капельки базы вот видите вот очень хорошо очищает вчерашний гель гелевую краску который там осталось на кисточке все и вытираем салфеткой салфетка может быть безворсовая обыкновенная салфетка может быть влажная до обыкновенная важная салфетка так ну и теперь аккуратненько сейчас я попробую все так вот сделать чуть-чуть поближе и теперь аккуратненько берем на кончик кисточки вот совсем чуть-чуть микро капельку микро капельку буквально на кончик кисточки и теперь ставим ее на краешек есть еще знаете такая паста белый декор можно в данном случае воспользоваться ей просто белый рафинад это как классическая паста считается да такая она густая довольно таки но белый декор если сравнить белая паста белый декор будет намного гуще так ставим на краешек лепесточка нажимаем на кисточку и поднимаем все движения кисточки направлены к центру к центру центру можно взять например какую-нибудь тоненькую кисточку буквально чисто символически можно взять им пасту например какую-нибудь неоновую зелененькую например листочки чуть-чуть увеличить в объеме сейчас я кисточку в базе промою тоненькую и можно взять немножечко поставить буквально вот центр сюда вот капельку пару беленьких маленьких точечек можно было стразик поставить тоже было бы прикольно но тут уже знаете как бы кто во что гораз надо было приготовить и поставить стразик было бы еще дорого богато ну как у нас обычно бывает в ростове на дону все лучше и сразу девчат ни в коем случае там не как сказать не призываю кому не нравится тут конечно же не делает никакие дизайны делает просто однотонное покрытие хотя вы знаете мне кажется так прикольно что-то такое изобразить на одном пальчике на вкусе цвет товарищи нет но смотрится очень прикольно просушиваем и точно так же бесчеловечно сейчас типсы врезалась в лампу надеюсь ничего не снесла и вот тут например что можно увеличить в объеме ну во первых можно в объеме увеличить крылышки у пчелки они сразу станут такими более выразительными и можно пройтись по краешкам лепесточков не надо весь цвет закрывать а только совсем чуть-чуть наташа как можно реанимировать сейчас поговорим про кисточку сейчас секундочку я буквально чуть-чуть давайте чуть-чуть вот так увеличим так и я вот так только на краешек можно даже чуть-чуть увеличить длину лепесточков а ну станут более такими выразительными на самом деле можно было этого не делать но у меня же есть вот белая импаста под руками есть кисточка почему бы не сделать можно было взять допустим я сейчас просто вот классический вариант да там белый рафинад стоит а ведь на самом деле ведь импасты их очень много из классические цвета можно было взять немножко сейчас например желтой импасты подмешать с белой да таки сделать объемные желтые лепесточки но не буду время терять чтобы не доставать на краешек на краешек не совсем удобно но как вот могу подлезая под лампу так если вдруг где-то что-то потерялся стебелечек какой-нибудь можно немножко добавить в эту сторону и получается у нас довольно таки неплохо ну сам себя не похвалишь кто еще похвалит вот таким вот образом видите то есть получается 1 1 1 цвет покрытия до пастельный оттенок это конечно же могут быть абсолютно любые цвета абсолютно не обязательно привязываться каким-то новым да каким-то вновь вышедшим может быть у вас какие то есть вот значит немножко напыление с помощью черной импасты плюс отпечаток с помощью техники стемпинг да с новыми красками лаковыми и плюс слайдеры шармиконы которые у нас вы простите шармиконов здесь нет только слайдеры вот и значит просушиваем сверху опять же белая паста на готовую поверхность мы сейчас вот так поставим видно вот в синеньком цвете фиолетовом цвете ромашечки вот такие вот цветочки здесь тоже отпечаток стемпинга на черном гель-лаке видно весь ноготочек светлым одним цветом покрыт плюс декорация вот эти вставочки да можно как бы подмахнуть под любую тему под любой цвет и так далее под любой наряд и так далее здесь на черном фоне девчат с помощью опять же новых красочек поставлен отпечаток полностью тоже с пластиночки вот с этой смотрите с новой которая вот она ботаника видно вот отпечаток пальм и например на черном фоне пальмы отпечатали просто градиент сделала от светленького цвета к темненькому кусочки фольги под прикрепила на поверхности тоже отпечатала вот с этой пластинки бабочек и старикозок видно тоже прикольно и белой импасты обозначила немножко лепесток крылышки им объем увеличила то есть как бы здесь на градиенте желтый плюс зеленый опять же стенки из новой коллекции так и вот сюда же мы сейчас прикрепим с вами два еще варианта для того чтобы вы смогли сделать фото это ужасно я не включила лампу о боже вот так вот поторопишься людей насмешишь мне придется переделать так а это пока сюда прикреплю на секундочку вот сюда положу девчат все лепесточки обозначила но не буду уже нет разве что пчелку увеличу сейчас немножко чтобы она лучше выделилась не включила лампу аж расстроилась сказать что расстроилась ничего не сказать потому что ушла с головой хвастанье вариантами которые уже сделала начала хвастаться на самом деле такой знаете мне очень просто нравится поэтому показываю то что нравится мне просушу пока все таки я включил вот включила так и сюда сейчас мы это дело добавим ну может быть и к лучшему пусть цветочки останутся желтенькими да вот так вот с пчелой хочется каждый раз сказать еще и еще когда сейчас секундочку все пытаюсь всем действительно привет привет присоединилась так наташа как можно ли иметь кисточку там вот чуть ниже написали уже три варианта горячая вода ультрабонд гель для наращивания значит ирина я чищу каким образом кисточку я беру каплю ультрабонда вы не вот прям ультрабонда и обязательно тут же в руки беру влажную салфетку чтобы она была влажная прям салфетка и хорошенечко кисточку прокручиваю в ультрабонде гель-лак или гелевая краска они растворяются получается как бы да и кисточка очищается и нужно не ни в коем случае не оставить ее в таком виде потому что ультрабонд он же как склеивает правильно то есть он как клей работает поэтому незамедлительно после ультрабонда вытираю просто влажной салфеткой все и дальше уже промываю в капельке базы я делаю таким образом видите вот там вот александра нам чуть ниже подсказала что можно еще горячая вода да можно в кипятке еще многие пробуют ультрабонда потом еще и в кипяток ну вытирают салфеточкой и потом обязательно смачивают в базу про гель-лаки не знала так присоединилась а ну все в принципе все вопросы закончились и так девчат значит мы сегодня в очередной раз сделали варианты дизайна с новой коллекции душевное утро до 8 красивейших пастельных оттенков вот чуть раньше там где-то на ютюбе уже был вариант с градиентами да мы делали градиенты плюс добавляли дизайны и так я вам сейчас просто проговорю о чем мы сегодня говорили о том что вышел новый гель-лаковый набор так вышли три пластины новых мы будем продолжать с ними работать в прямых эфирах три пластины один нелк руст старый наш известный до боли знакомые варианты будем делать с ними с новыми гель-лаками с новыми декорациями добавлять в работу рамку пластину со старыми нелк рустами но будем это делать все по новой вот вариант вот такой вот ботаника да и вариант который мы парочку вариантов сделали символы такие интересные варианты и на весь ноготь и отдельные символы есть так и вышли 5 новых лаков для стемпинга вот они 5 новых сиреневенькие розовенькие вот такой красивый персиковый оттенок зеленый голубой тоже добавили их в работу вот ну и декорации декорации никто никогда не отменял и я считаю что это самый быстрый вариант четыре новых декорации вишенки клубнички цветочки акварельные да и вот такие вот летние с пчелками всем девчат огромное спасибо сделаем вот так вот скриншот и в работу всем огромное спасибо за ваше внимание всем побольше денежных клиентов и удачи во всем до новых встреч следующий эфир состоится у нас четверг в два часа дня как обычно спасибо большое девчат до свидания спасибо akhir